Важнейшие мировые проблемы обсуждаются в швейцарском Давосе. Там открылся Всемирный экономический форум, в котором участвуют главы государств, правительств, представители бизнес-элиты. В первый день внимания и России. Нашу делегацию возглавляет Дмитрий Медведев, которого сегодня спрашивали не только об экономике. Репортаж Ивана Благова. В прошлый раз Дмитрий Медведев приезжал в Давос как президент, в этот как премьер. Журналисты агентства Bloomberg не удержали, чтобы еще раз не задать набивший оскомину вопрос о конкуренции с Владимиром Путиным. В 2018 году, когда в России пройдут следующие президентские выборы, и если вы будете в них участвовать, будете ли вы конкурировать с Владимиром Путиным? Я считаю, что это было бы неправильно. Это невозможно. Мы относимся к одной политической силе. Но зачем же нам конкурировать? Тем более сейчас экономика России как витязь на распутье. Независимые эксперты, в число которых входит и бывший министр финансов Алексей Кудрин, в Давосе подготовили три сценария ее развития. На случай, если цены на нефть останутся высокими, если снизятся или обрушатся вниз. Все три сценария называют негативными, а один даже супернегативным. Нефтяная игла может больно уколоть. Среди условий этого сценария низкие темпы роста в России и непроведение институциональных реформ. Цена на нефть может снижаться до 60 долларов, что существенно ставит наш бюджет российский в трудное положение в связи с высоким достигнутым уровнем расходов. Глава российской делегации Дмитрий Медведев за ходом дискуссии внимательно следил из зала. Он присоединился к обсуждению после. Со сценариями не согласен, но считает их полезными. Российская экономика же достаточно прочна, чтобы выдержать все испытания. Нас, кстати, все время спрашивают, а что вообще мы будем делать без обилия нефтедолларов? Рухнет ли российская экономика? А вслед за ней может быть и Россия. Конечно, не рухнет. Да, зависимость нашей экономики от сырьевого экспорта велика, но она сильно преувеличена. Уже сегодня сильно преувеличена. Большая часть роста в последние годы обеспечивается не столько за счет нефтегазовых доходов, сколько за счет увеличения производства потребительских товаров и услуг. А в перспективе наша политика должна привести к значительному расширению экспорта продовольствия. Мы крупнейшая потенциально аграрная держава в мире. И интеллектуальных услуг. С учетом того, что мы образованная страна. Уверен, в будущем они будут не менее востребованы, чем сегодня востребована нефтегаз. В ближайшее время российским и иностранным бизнесменам будет представлен атлас инвестиционного климата по регионам России. О необходимости его создания говорил президент Путин. Атлас даст информацию о том, куда и как выгодно можно вкладывать деньги в Россию. У нас немножко феодальная такая система. У нас очень мало средних компаний, которые возникли в течение последних 15 лет, вышли за пределы своего региона и стали национальными чемпионами. Как мы можем говорить о привлечении внешних инвесторов всерьез, если даже наши предприниматели боятся свое производство масштабировать в других регионах, не знают информации о том, что происходит в других регионах. И вот эту ситуацию нужно изменить. Мы в ближайшие два месяца предложим все возможные решения и начнем эту работу прямо сегодня. Один из литмотивов в дискуссии. Запад все еще не научился оценивать Россию без стереотипов. У нашей страны проблемы с имиджем. Так считают в российской делегации. Та же финансовая система гораздо крепче, нежели принято о ней думать на Западе. И поэтому на этот форум приехала самая большая российская делегация за всю историю, чтобы разговаривать и еще раз разговаривать с инвесторами. Сейчас в рейтингах финансового сектора Россия находится на 134 месте в мире. Я думаю, что эту тенденцию надо ломать. Здесь задача поставлена. Президент поставил задачу относительно нашего продвижения в рейтингах по привлекательности на передовые места. Это ключевая проблема для России. Потому что если мы хотим сегодня обеспечить экономический рост, нам прежде всего нужны инвестиции. Тем более у ключевых игроков дела не очень. США за прошлый год позитивных прогнозов не оправдали. В Евросоюзе рецессия практически признана на официальном уровне. Ну а наибольшее разочарование Китай. Самый низкий рост за 13 лет. Совершенно ясно, что мировая экономика находится в крайне сложном положении. И хотя официальное название этого ДАОСа, даже не знаю, как точно перевести, резилент, устойчивая динамика, я бы отбросил дипломатию, скорее назвал его неустойчивая динамика. Главное, как мне кажется, для нас понять, а где мы, как нам вписаться в эту неустойчивую динамику. Общее настроение ДАОСа сегодня после десятка дискуссий журналисты уже успели оценить. После кризисных шоков золотых гор не будет. Однако и дальнейших падений, вероятно, тоже. Миру следует привыкать к очень медленному, но все же экономическому росту. Иван Благой, Кирилл Бутырин, Артем Антонов, Первый канал, ДАОС, Швейцария.